Не берут, потому что слишком натуральное. С такой проблемой столкнулись производители молочной продукции из Ухты. Срок годности товаров, производимых без каких-либо добавок, всего 72 часа. И крупные торговые сети не готовы брать их на реализацию. Ведь поставщикам из соседних регионов поставляют на прилавке продукцию с большим сроком годности. И шансы распродать ее выше. Ольга Ануфрева сообщит подробности. Сегодня ухтинский племхоз свою продукцию продает через тонары или мелкие магазины. Здесь бы и рады выйти в крупные розничные сети. И ассортимент большой, и объемов хватает. Но там места уже заняты. Произведителями из других регионов. Мы выпускаем продукцию без добавок. Сроки хранения и реализации составляют максимум 72 часа. Поэтому многие магазины, которые перешли на маркеты, имея, ну я так это мое предположение, имея открытые холодильные установки, не выдерживают, наверное, той температуры, которая необходима для хранения и нашей продукции. Поэтому стараются брать ту, которая хранится в 7-14, 7 дней. Ухтинцы взяли путь на север. С апреля этого года молочку возят в Печору. Хотели бы и дальше. Но опять же, натуральный продукт просто не успеет доехать до отдаленных муниципалитетов. Условий для правильной транспортировки пока нет. Хотелось бы хорошую транспортную развязку в северном направлении, потому что вагоны должны быть с холодильниками, спецвагоны. Поэтому вот этого нет. И вот это трудно существует. Но мы пытаемся все равно найти выходы. И сейчас отправляем багажными вагонами до Печоры. Молоко для своей продукции ухтинский племхоз производит самостоятельно. Здесь уже вышли на хорошие показатели. Одна корова в среднем дает до 6000 килограммов в год. И над продуктивностью стада здесь работает каждый день. В нашем хозяйстве находится более 950 крупно-рогатого скота. И в том числе 400 коров. Высокопродуктивные коровы. Коровы у нас холмогорской породы. Печорский тип. Ну и для улучшения временных показателей, продуктивных качеств, конституционных признаков. У нас идет скрещивание с глашинокреской породой. В племхозе полным ходом идет и модернизация молочного цеха. На новое оборудование здесь уже потратили больше 6 миллионов рублей. Часть расходов ухтинским аграриям возместит региональная казна. Ольга Ануфриева, Виктория Палкина, Анастасия Сверчкова, Олег Белькеев, телеканал Юрган, Ухта.